Арада, давай поехали с пацанами, затусим, чё они по полюбам будут так говорить, эх? Вообще, Рамзы попутал, ты посмотри на него. Он прилетает, он мне говорит, ты не можешь брать нарастить мой огород на виноград. Да пошёл, я твою маму имел. Козёл. Такой вопрос. Маката, что это? Да, Маката. А, это итальянский. Какой-то он злой, блин. У него самые говяные пулемёты, Брэд и Сафат. А ещё у него капли под 800. Но при этом он дико маневренный какой-то. Ну так он лёгенький, ты ещё хочешь. Там движок от 109-го мессера стоит, от раннего. И лёгенькое вооружение из двух 12-ти миллиметров пулемётов. Поворот направо, ждём истребители. Лак-38 открыл наконец-то. Ты сказал, что истребители качаешь, зараза. Тьфу, эти штурмовики. Ну что, это не истребители? Не, я имел в виду штурмовики. Я тебе... Стань какую-то турелку, а? Не хуже. Ричард, это пока заклямбим на 4 хотя бы или на 5. Давай. Давай. Ого, каида сделали. А, ты кабину раньше не видел, да? Раньше и не было. В симуляторном режиме это мой самый любимый на пешке летать. Именно за счёт очень приятного обозрения. Всё видно. Ну и оптика для пикирования. Да, круто. П-8 уже по персоно-базу. Кири, Шульц, вы как там? По высоте скорости? Сталин днемся. Окей, хорошо. Ну давай. Тихонечко, аккуратненько, пока не выровняйся. Не больше... Не быстрее 300 скорость. Окей. А, продолжим подъём на 5. Он у тебя полностью прокачен? Угу. Я каждый раз, когда смотрю на двигатель слева от меня, внутри кабины, у меня вечно паранойя, что если там какая-то поломка будет, эта фигня с такой скоростью влетит в кабину. Срежет бритвы, даже не успею понять, что произошло. А если он загорится? А жарко будет, я не сомневаюсь, да. Ну, баки находятся вот прям... Их вот даже можно увидеть. Вот стрелка, который сзади тебя, и там вот дальше так... Фюсеряжа такая, коробка металлическая, это и есть бак. Ну, пожалуйста. Так что, если пропливо потечёт, первое, что у тебя сгорят, это ноги. Да, и причём это авиационный керосин, чисто ган. Да, 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 да. Веселее всего на самолётах, у которых подвесной бак прям под пилотом висит. Это... Легче в него попасть с осколком? А то есть, выгореть таких нету и там, знаю, мессером обычно бешали? Мессером? Ну, были, по крайней мере. Подвесные баки мессером. Я по 51 знаю, были подвесные баки под крыльями. А, ну им тоже. Ну, мессером. Наверно, вешали. ХЗ. Ричард, что у тебя сказали, что далеко ты отстал уже? А я на марсаже больше 300 не жму. У них фарма же 270. А, у тебя сырой ещё не прокаченный? Да, но не настолько. Ооо, амери полосы. Ооо, да, вон тут Б-25. Четыре Б-25. Ооо, да. О, XP-38, отлично. Ну да, клоновая петушня полетела. Ооо. 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 Вот это звено, вот это я понимаю. Шульц, давай к нам, куда ты полетел? Их что ли агрить? А надо чтобы защищать. Ну я рядом, но я не знаю... Они до нас не успеют, нам придётся развернуться в лопатом в 38-м. Ну либо как, давай я его отвлеку, а ты долетишь до... Не-не-не, идём, 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 идём. Ээээ... Для этого и это, головной боли, стремителей. Главное ты поближе подойти, чтобы стрелки нас могли хвост прикрыть. Хвост прикрыть. Если что, я хоть в 힘 до сих пор идентичку опекирую на пол-шишечки. Какие меня улицы книгам мало? Я по высоты ganz-сondoú. Так, вон до него неразов, я начинаю опекировать. Давай, давай, давай. Так. Наши скорость, как обычно, облажался. Я понимаю, да? Чё-то я вас не вижу рядом с вами. Оке, но, Киран. За мной двое тянутся. Тайфун и Спидфайер. Угу. 900 метров уже совсем что-то плохо подожди по 8 где он прошел и л2 сейчас все окей дальше по 8 скорее всего вынеси давай пора чем налево тогда самую глубокую базу идем на нее уже еду я думаю по 8 мы ее вынесли с одного захода ладно спидфайр пробую вязать за мной если меня не собьет конечно раньше это на низы куда-нибудь у чухон несет херню какой-то place 4000 килограмм ну окей понятно на базу точно хватит xp у меня вроде на ход заходит потихоньку xp нас по идее не догоняет серьезно прямых 300 200 киршу лиц вы как-то вечно куда-то улетаете забываем забывайте что у нас надо сопровождать спидфайр куда-то с этим делать там вот он причащи а ты где я что-то я не вижу я тобой мне пришлось спикировать от 38 и тебе тоже советую вижу и вижу и вижу в любом случае у него да 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 все и я по пологой прямо на базу пошел поможет поможет лица от него оторвешь с проблем а вот 47 я уже не знаю так ну все у меня началась с ним гонка он меня догоняет потихоньку но два километра еще пока время есть блины собака на форсаже теперь вопрос у кого выдержит крылья скорее всего у него да у него выдержит но он тебя не сможет догнать него два движка не очень сильно сопротивление он не догоняет он ниже полтора килограмма не так мне еще блин xp-35 зашел твою мать окей я попробую щас окей я ушел в облака я в случае попробую у него здесь ссыкаться так контакта нету где-то еще три секунды цели бомбы пошли возвращаюсь попробую выйти на твою позицию пусть петрович работают в паре какой-то такой кресло скрипучие бомбы пошли окей давай ух ты же хорошо пролетел над головой кстати ты его добьешь там уже почти вытащили так он на тебя пошел я бы попробую сейчас выйти на него держи держи прямой ход поливая база уничтожена веселой перегрузки так мне кто-то встреливать сзади были перехожу на бреющий иду по реке если сможешь прикроем не сверху потому что у меня движок один красота попробуйте домой я уже не совсем не маневрировать если типа по реке в именно в над водой нормально столкнулись то я думаю петровичи как раз могут и выдержать на дистанции чтобы они не не зашли под брюхо все начинаем этот там уран как говорится в звездных войнах петрович работает так меня кормит пулями попробуем дырнуть под мост сейчас наверное я все кей-кей-кей смотрите на меня еще зря подмоса с хвостом надеюсь у врежется собака он просто выше я пропустил сбит самолет сбит а как это моя работа была что ли да да мне засчитали kill вот так вот по вот видите пассаны вот что значит гоработать головой к xp 38 че остался там завязался с кем-то иду на базу вот это уже не стыдно на трубе выложить еще ты мозгом работал а я чем сейчас работал как раз именно этим и работал петру петрович парашка да идешь над над водой ты сужаешь ему очень в этот вектор захода он может только сзади сверху и разумеется петрович его поливает он заходил сверху он кажется в верхней части зацепился за мост когда я под ним нырнул и все на бомбере нужно под пузо заходить конечно да обязательно на низкой высоте он не может это сделать но поджи а кто-то еще шульц ты все еще со мной давай прикольно если сможешь конечно так у меня все перегрелось масло вода где ближайший аэродром в городе да и со мной какой-то приятель по 2 летит камский камский привет посадочных ты его перекрутишь ты о чем а я шульцу о сбил да окей красавица шульц полетели домой домой быстрее быстрее у меня маслица уже все у меня просто температура 144 на 144 масло сейчас оранжевое дырках личных а ты бы видел у меня как крыло из решетили просто в говнище антопы 47 я не знаю успею нет ну давай я тоже у меня тоже на этот на последний блин у меня контакт сверху черт по 47 не знаю это кажется он тоже возвращается домой да он возвращается решил на мнение идти ну и лох на меня тайфон идет слева беги беги же и по 47 спереди да это мой но он меня не атаковал можете на тебя тоже не атакует поэтому не бери его в расчет по крайней мере попытайся а не смотри за тобой погнался ладно шульц я этот командирский выпив твое честь и кира и ричард школьник от школьника я слышу ты сиди там и играй свою ракаду нафиг кучайся и чуть немного курс надо поменять ты не сможешь потом повернуть лучше сейчас сразу на базу у меня холсты кстати нормально работает другую сторону другую почему справа же так кстати без разницы что слева зайти что справа там огромный аэродром я кстати могу поперек сесть у меня же воздушные тормоза есть все потерял двигатель левый номер один выключился летим на дном вот сейчас я уже буду садить поперек аэродрома без вариантов а тогда просто убираешь шоссе и садишься на двигателе а че зачем смысл мне сейчас они тебя затормозят быстрее ты не влепишься в какой-нибудь сосну да окей давай посмотрим очень мягенько на пол шишечки да 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 я рисковать не буду поэтому не акцент на одном на номер два он очень хорошо тянет я думаю я вас и стабильно могу посадить так да но единственное что у меня продолжает греться подожди ты какой номер номер два тоже они номер у меня два в стандартном но как бы еще все желтое так что я нормально сяду главное чтоб какая-нибудь зараза щит не выскочила шульц ты все я не заметил табура я хохла бать помогу все смотрим как надо садить дырявый шасси выпустил в руку зачем машину под контролем но относительно под контролем и ты сейчас про качество слишком у меня воздушные тормоза и в это же все прелесть пешки а точно тогда надо на все нормально тормоза выпустил жду закрылки сейчас бы на авианосце садиться подожди не понял юмора что он сказал мне воздушный тормоз выключен я я все это временно в зоне окей мне так у пара паранойя пава включилась тебя волчить собака он на меня идет прямо но это не честно а тварь ты запиши покинуть самолет не подлежите он просто но это вообще я так сел и вот так вот ну твою мать а но это было хорошо отработано правда домой и не вернулся пить никому